Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Как получить ежемесячную выплату 5000 рублей? Напомним, что 11 мая, во время телеобращения, президент России Владимир Путин заявил о новых выплатах семьям с детьми. Как сообщил глава государства, накопленные ранее резервы, позволяют сейчас принять дополнительные меры поддержки граждан. После телеобращения президента, Кабмин установил порядок и условия такой материальной помощи. Согласно постановлению от 11 мая 2020 года номер 652, изменения вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года номер 474 об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский, семейный, капитал. Согласно документу, дополнительные выплаты, положенные семьям, имеющим право на материнский капитал, а также семьям, в которых первый ребенок рожден в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Таким семьям будут выплачивать по 5000 рублей 3 месяца с апреля по июнь 2020 года. Выплату смогут получить лица, проживающие на территории Российской Федерации, имеющие право на предоставление маткапитала в соответствии с федеральным законом о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Также 5000 рублей на каждого ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации, в возрасте до 3 лет, будут выплачивать гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, у которых первый ребенок рожден, усыновлен. В период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Если детей несколько, выплата назначается на каждого. Оформляется она будет дистанционно. Чтобы получить денежную помощь, родителям нужно с 12 мая подать заявление на портале Госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Оформить выплату на ребенка можно будет до 1 октября 2020 года. При этом право на ее получение должно возникнуть не позже 1 июля 2020 года. Срок рассмотрения заявки составит не более 5 рабочих дней с даты регистрации заявления. Пособия не будут облагаться налогами и учитываться при назначении других мер социальной поддержки. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и самое главное – подпишитесь на блог юридической помощи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!